Собравшиеся у здания правительства подчеркивали, что в такой день они не могли спокойно сидеть дома. Их никто не призывал. И что это их волей заявления. По словам собравшихся, народ должен объединиться. Внутри политическая ситуация страны может привести к подрыву суверенитета. Никто не хочет, конечно, такого, чтобы здесь собирались, там собирались. И никому это не нужно. Мы все хотим тихо, спокойно. Даже если какие-то вопросы там возникают, ну, можно же все вместе решить, как так общее мнение выйти. Вот и все, не знаю. Это все наши братья, все наши друзья, с кем мы давно знакомы. Не поймем друг друга. Мы далеко так не пойдем. И это и суверенитету, конечно, обязательно помешает. И внешняя политика на нас люди смотрят, все страны смотрят. И исходя из того, что мы малые народы, такого не должно происходить. Мы все вот здесь собрались, и ни один человек не хочет враждовать с кем-то. Это сегодняшний день может привести, или завтра опять, если соберемся, ну, рано или поздно, может, эта плачевная ситуация закончится просто. Вот приезжал к нам в Творчелле, так и к нам в район приезжал, так же и по всем городам проехался. Не знаю, у нас были какие-то планы, мы показали. Вот ждем каких-то результатов и надеемся на наше правительство, конечно, во главе него. Все в надежде находимся до сегодняшнего дня. Нам не нужны потрясения. Хочется стабильности и развития нашей страны, нашей республики. Свой гражданский долг выполнил, считаю, тем, что пришел сюда поддержать нашего президента. По словам собравшихся, руководство страны делает все возможное в борьбе с пандемией коронавируса. Человек пришел во власть, два года еще нет полностью. Уважаемый наш Бжаня, это очень порядочный, умный, грамотный человек. Первый год, когда он вступил в должности президента республики Абхазия, давайте будем говорить правду. Ушедшие до этого, до него, можно сказать, казнью была пустота. И тот же год, мы все знаем, граница закрыта, рубля нету. Работа пошла чуть-чуть с августа месяца. Это мало для Абхазии. Курорт у нас начинается с мая месяца. И этим я что хочу сказать. Он, не сидя здесь у себя в кабинете, ездил по России, встречался со многими людьми. Оказали большущую помощь. Дай Бог им всем здоровья. Это я имею в виду на стороне Российской Федерации, в том числе президент Российской Федерации. Это больница инфекционная. Я лежал там, я посмотрел. Это с нуля, которое построили в течение года. Оснащена полностью необходимым оборудованием. Также оснащена четвертый этаж Гудаутской городской больницы районной. Третий этаж. Давайте возьмем 700 миллионов потрачено. Откуда это все деньги брали? Нет оснований для проведения подобных митингов, говорят люди. Есть положительные тенденции во многих структурах. А что касается правоохранительной системы, преступность снизилась. Могу сказать, что в плане преступности, но меньше было, было хуже. Сборы всегда, вот такие вот митинги. Я считаю, что нам не нужны, мы все братья. Если что-то не нравится, я свое мнение говорю, да. Мы можем также поговорить, решить, как бы. Ну, как можно выбирать. Мы же все одна семья. Одна семья, понимаете, вот как флаг на шабхазке, вот рука, да. Какой палец не оторви, больно же руке будет. У нас очень много поменялось. Человеку надо дать поработать. На это время, как бы год полтора, это, наверное, не срок, чтобы решить всю ситуацию. Я верю, что он даст нам будущее. Я верю, что он старается. Я верю, что он не просто так сидит, как некоторые думают и видят. Во второй половине дня делегация из оппозиционных сил в составе председателя АРУА Тимура Гуля, председателя ФНИА Аслана Барцыц и Ханедумава направилась к главе государства Аслану Бжане с предложением, чтобы президент вышел к митингующим у драмтеатра. Глава государства, выслужив делегацию, ответил, что он считает неправильным выйти к митингующим, а если есть конкретные вопросы, то он готов обсудить их в рабочей обстановке. Это разные люди, кто-то искренне пришел. Какие-то вопросы. С периода, еще раз повторюсь, от 2004 года все это продолжается. Пора этому положить конец. Если мы не сумеем найти возможности решения этих данных вопросов, больших вопросов, которые напрямую связаны с существованием нашего государства... Значительная часть вопросов, которые подняты вами, Яныфетов, хотите режим с делом действий не один раз, давайте конкретные вопросы, которые есть, будем обсуждать. Давайте не только будем обсуждать, окажите содействие в выработке решений. Если вы готовы к такому разговору, я к такому разговору готов. Я был готов к разговору с некоторыми друзьями, которые ваши там стоят тоже. Потом все обернулось. Но вы, я не хочу с вами говорить через нажим, и вам не надо со мной говорить через нажим. Уважительно, пожалуйста. Никаких проблем. Вот назначите... Я был готов к разговору с некоторыми друзьями, которые там стоят тоже. Потом все обернулось. Но вы, я не хочу с вами говорить через нажим, и вам не надо со мной говорить через нажим. Уважительно, пожалуйста. Назначите Новый год первый день, когда хотите. Ваш круг, два-три человека еще. Обозначите круг вопросов, сели, разговаривали. Я лично буду все растолковывать и все аргументировать. И готов принять то, что будет полезно. Если мы выработаем совместные решения, они будут реализованы. Тимур Гуля выделил два самых ключевых вопроса, которые, по его мнению, надо решить незамедлительно. Это вопросы энергоснабжения и заполнения госчиновниками декларации о доходах. Согласно закону, все люди, которые подали декларацию, должны быть уволены, либо они должны сами уйти в отставку. Это целая армия чиновников, которые нарушают закон. Что с этим делать? Что касается декларации, премьер-министр Александр Анкваб отметил, что в законе декларации есть проблемы, и его надо доработать. То, что мы их приводим к ответственности, они нас могут привлечь к судебной ответственности. Там есть проблемы, которые надо поправить в самом законе. Глава государства Саламжиани подчеркнул, что всегда готов встречаться с оппозиционными силами, обсудить вопросы, если это все будет происходить в рабочей атмосфере. Встреча прошла в спокойной обстановке. Дениса Герьки, Раму Камки, Абхазское телевидение.